МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните свой первый день в Югре? Я его очень хорошо помню. Когда я вышла с поезда, для меня показался воздух какой-то светлый, чистый. Но несмотря на то, что обстановка была добродушная, доброжелательная, меня очень поразило огромное количество песка. И вот столько было, у меня были туфельки с собой на каблучках. Я не знала, где в них пройти, потому что я утопала все время в этом песке. И это, наверное, была самая главная... Проблема. Да, проблема. И, конечно же, отсутствие этого ритма большого города. Мне этого жутко не хватало. Все тихо, размеренно, спокойно. И у меня вот прямо внутри все колотилось. Думаю, я не могу, мне надо куда-то бежать, потому что как вдруг раз и остановиться. Это было так сложно с этим свыкнуться, что очень долгое продолжительное время я как-то к этому привыкала. А сейчас я, наоборот, очень счастлива, что все настолько спокойно вокруг, что я могу бежать только внутри. Творческое начало в человеке – это, с одной стороны, гарант интересной и насыщенной событиями жизни, а с другой – серьезное испытание. Особенно, если человек по-настоящему талантлив. Талант не спрашивает про обстоятельства, про виражи судьбы, он просто требует выхода. Творческое начало должно быть реализовано. Причем, неважно где, в каком направлении. Героиня сегодняшней программы всегда видела для себя только два возможных пути – служить мельпомене или посвятить жизнь помощи людям. Проще говоря, либо работать в театре, либо в детском доме. Сегодня она состоявшаяся актриса, режиссер и создатель благотворительного фонда. В моей югре Татьяна Смирнова. Несмотря на то, что вы состоялись и как мама, и как актриса, и, можно сказать, и как режиссер, вы все время чего-то ищете. Чего вам не хватает? Ну, у меня… Я давно нашла эту фразу, она мне очень нравится. «Разве ветер запрешь? Чем он станет? Затклым воздухом». Эрих Мария Ремарк из «Черного обелиска». И вот я по жизни себя сравниваю с этим ветром, который нельзя запирать. Татьяна Смирнова. Актриса, режиссер, общественный деятель. Участие в театральных постановках разных театров. Театре-студии «Вольные ветры», Народном театре «Версия», Югорском художественном театре, Нягонском музыкально-драматическом театре. Собственные режиссерские работы. В 2019 году Татьяна Смирнова сыграла в кино. Ее первой ролью стала Антонина Григорьева, главной героиней одной из серий исторического киноальмонаха «Были». Спектакли с участием Смирновой неоднократно становились обладателями высших наград театральных фестивалей различного уровня. Актерская работа не раз отмечалась дипломами в номинации «Лучшая женская роль». Генеральный директор благотворительного фонда «Материнское сердце», учредитель автономной некоммерческой организации «Малый художественный театр Югры». На мой взгляд, вы очень яркий пример того, что сегодня называют эмпатией. И даже в предварительной беседе вы рассказывали о том, что у вас, в общем-то, было два пути, которые вы видели для себя. Это работа в театре, либо это работа в детском доме. Почему все-таки первая победила? Почему была выбрана все-таки вот эта стезя? Как так получилось? Ну я на самом деле, у меня эти две дороги, они всегда шли параллельно. Я из театрального института пыталась, то есть я хотела уйти из института, бросив его. Когда мне мастер задал вопрос, куда вы, Татьяна, собираетесь? В таком случае я говорю, ну пойду в детский дом работать. Он такой, так, остановись, давай окончим институт. Но мне это очень нравится. Я не понимаю, я не могу себе ответить на этот вопрос. Это с детства такое идет. То есть если я вижу, что кому-то плохо, мне надо помочь. Если я вижу, что я могу обогреть кого-то, то я обязательно это сделаю. Ну и я и не пытаюсь бороться с этим чувством. И поэтому вот я приехала в этот город, здесь нету ни профессионального театра, нету здесь ни детского дома. И вот на данный момент мы зарегистрировали наконец-то официально благотворительный фонд помощи и детям, и всем, кто в этом нуждается, и с различными заболеваниями, и просто находящихся в трудной жизненной ситуации. Ну и на пути у нас, конечно же, еще и регистрация тоже в театре. Поэтому я никак не оставляю эти два пути, они идут у меня параллельно, рядом. Вы сказали, что вот был такой момент в жизни, который, можно сказать, ее разделил на до и после. Это вы связываете это с тем диагнозом, который вы услышали? Да, да, именно этот момент разделил мою жизнь на до и после, и абсолютно повернул ее в другом векторе. И я очень благодарна. Я на самом деле благодарна настолько этому дню, когда мне об этом сообщили. даже это было как бы, да, ну, то есть диагноз не подтвердился, да, то есть у меня нашли какую-то опухоль, и онкомаркеры были повышены там в пять раз выше нормы, и они все повышались и повышались. То есть говорила о каком-то онкопроцессе в организме, я ездила на обследование, но нигде ничего не подтвердилось, слава богу. Говорит, мы не понимаем, что с вами происходит, и откуда, говорит, у вас все эти симптомы. Я говорю, ну, видимо, я уже там надумала себе, потому что я очень страшно испугалась. Я не ожидала этого услышать, и у меня просто земля ушла из-под ног, все перевернулось просто в одночасье. Ну, сначала я умерла, как и положено, наверное, но потом просто посмотрела на своих детей и решила, здравствуй, Татьяна, а кто будет любить твоих детей так же, как ты? Ну, ты просто не имеешь права. Дела себя, как говорится, как Мюнхгаузен за волосы, и начала размышлять на своей жизни, что я делаю не так. Потому что в любой этот процесс в организме, да, какой-то неблагоприятный, он говорит о том, что мы как-то неправильно думаем, как-то неправильно поступаем, неправильно к себе относимся, и к окружающему миру, да. И вот в этом поиске в себе, в копании я ответила себе на многие вопросы, и в тот момент я разрубила очень многое в своей жизни. Я уволилась с высокооплачиваемой хорошей работы, но которая не приносила мне удовлетворения. Уволившись с работы, я обрела очень много времени свободного, и я, конечно, пошла в храм, стояла и умоляла спасти меня, помочь мне в этом. И, в общем, поехала я делать портфолио в театр. Поехала за рулем сама в Екатеринбург. Из родственников, конечно, меня никто не пускал, потому что куда-то одна на машине только еще, ну, как бы она новая была, там месяц еще за рулем не сидела. Я говорю, вы понимаете, что со мной вот сейчас невозможно ничего сделать. Вы уснете в любом случае, я возьму эти ключи и уеду. Вы лучше вот не тратьте время на это. Ну, у меня муж очень мудрый, я очень благодарю его за это, и Бога благодарю за то, что он такой есть. Он все-таки смирился с этим все эти ЦУ, мне прописал на бумажке, дал ключи, вещай. И, конечно, звонил там каждые полчаса, как ты, где ты. Ну, вот я ехала, да, и я, когда выехала за пределы нашей области, округа, я увидела эту дорогу бескрайнюю, я увидела это небо. Я как вздохнула этой глубокой, ну, сама грудью, думаю, надо же, какие просторы передо мной открываются. Я сидела там, у этого ничего не видела. Я просто летела. У меня были ощущения, конечно, невероятные, но я ехала и молилась, бесспорно, как без Божьей помощи в дороге, потому что иначе невозможно. Меня ни один гаишник не видел, хотя, к тому, у меня скорость там, прости меня, Господи, превышала. Ну, у меня было такое ощущение, потому что ощущение полета было. Ну, и я и проезжала мимо надписи «Среднеуральский женский монастырь». Я никогда в жизни в монастырях не была. Я знала, что там, короче, удерживают как бы поневоле и так далее. Представления даже и не имела. Но у меня в этот момент в машине, я не знаю, как он у меня там оказался, лежал колокольчик. Это, конечно, из разряда сверхъестественного, но это было, это вот было реально. И он начал звонить, бешеная. У меня мысль внутри, как бы, я хочу туда попасть. Я оказалась в монастыре на следующий день. И на второй день я не попала на фотосессию. Это просто невероятное какое-то. И вот с того дня я настоятеля не оказалась. Я попросилась там переночевать, мне позволили. Я там пробыла, то есть ночевала я как бы три ночи, а пробыла пять дней. И вот первую ночь не было мест в келе, и мне постелили на полу прямо в храме, там, где совершались литургии. И я легла и не поняла, что со мной происходит. То есть до этого я страдала всегда бессонницей. А здесь я просто легла, провалилась и вынырнула. Я ничего не понимаю, что произошло-то. Я впервые в жизни спала как младенец просто. Едва ли не главным событием жизни Татьяна считает свой первый приезд в храм. Это случилось, когда она узнала, что такое угроза здоровью и жизни. Онкология. Как и многим, в подобной ситуации ей захотелось сбежать. Скрыться от этих сложностей, от сочувствия близких и, в конце концов, от себя. И, как признается моя героиня, ей это удалось. Только в храме она почувствовала, что не убежала, а наоборот, нашла себя. Своё значимое место и свою важную роль. С тех пор Татьяна активно занялась благотворительностью. А недавно создала свой собственный фонд. Материнское сердце. Для помощи всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И тогда вы задумались о создании своего собственного благотворительного фонда. И тогда началась благотворительная деятельность. Да, тогда она началась более активная. Просто до этого были только мысли, вот как бы было бы хорошо. Было бы замечательно. А с тех пор, да, я сделала, ну, то есть написала, нарисовала себе план, что для этого надо сделать, хотя бы первые шажочки. Большое же начинается с маленьких, мелких деталей. Ну, а потом начали встречаться люди на пути, которые тоже хотели заниматься благотворительностью. И жили этим, и дышали. И вот одна из них, это православная певица Юлия Березова. Царствие небесное, погибли они с супругом в автокатастрофе в один день. Ну, вот она стала для меня тем близким и родным человеком, который вот воочию здесь, в жизни, да, не в книгах я про неё прочитала, не где-то там на телевидении увидела. Вот реальный человек со своими проблемами житейскими, у которых пять детей, которых тоже надо кормить, поить, надо заниматься воспитанием, обучением, надо колоссально, как говорится, прилагать к этому усилия для того, чтобы их поднять. Но они могли это делать, они помогали ближним, они откликались на любую просьбу, они давали благотворительные концерты, они ездили с миссионерскими концертами в исправительной колонии. Думаю, если как бы вот они это могут, а мы-то чего сидим? С началом своей благотворительной деятельности вы сами стали задумываться о создании собственного фонда. И вот сейчас он создан. Чем вы планируете, чтобы занимался фонд, в каких направлениях он будет действовать? И почему он называется «Материнское сердце»? Он у нас, на самом деле, у нас такие наполеоновские планы, о них даже всех вот сейчас не рассказать, и они там в минуту не войдут. Но это, естественно, то есть благотворительные концерты – это как одно из направлений, это обязательно в любом случае. Но и плюс ко всему, конечно же, хотелось бы реализовать какие-нибудь мотивационные курсы для детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков, молодежи. Потому что что нами движет самое главное, это мотивация, ради чего мы это делаем, ради чего мы встаем каждое утро, ради чего мы умываемся, чистим зубы. Конечно же, курсы психологической помощи. То есть невозможно помочь человеку, если этого он сам не хочет. Был у нас спектакль в Народном театре «Версия» Шмидта «Отель двух миров», и там была моя героиня Лори, и она была в жизни инвалидом. То есть она была всегда прикована к постели, все время из-за ее тела торчали трубки. Но вот когда она попадает там в промежуток между мирами, то есть, грубо говоря, ну не клиническая смерть, ну как бы в коме, и вот она выходит, и она ходит, она танцует, она поет, она может двигаться. Я говорю, вы не представляете, какая я счастливая, невероятно. Вот вам для того, чтобы простым людям, которые здоровые, свежие, бодры, веселые, вам надо за счастьем куда-то гнаться, вам надо чего-то большее. А у меня, говорит, лучик солнца заглянет в комнату, вот он упадет на мою ладонь, и это уже счастье, это уже радость. В прошлом году вы поучаствовали в проекте «Были», который был реализован Русским географическим обществом на гранд губернатора Югры, и сыграли Антонину Григорьеву. Это председатель окружного исполкома, фигура, которую, естественно, югорчане, особенно коренные жители, прекрасно знают и помнят. Что это был за опыт для вас? Ой, это для меня было удивительное время, на самом деле. Это, ну, можно назвать, да, это мой первый серьезный опыт в съемках, пусть даже маленького художественного фильма, да. Я ждала этого момента, ну, во-первых, я не решалась, когда одноинститутник, можно так назвать? Ну, однокурсник он ваш, да? Нет, мы учились, да, не на одном курсе, мы на разных курсах учились, но одного мастера. Он на встрече как раз в Доме актера, это было, по-моему, открытие сезона, там я случайно оказалась, ну, вообще, все случайно, не случайно, на самом деле, в этой жизни. Он сообщил о том, что, а у вас там в Югре фильмы снимаются. Я говорю, как это так? А я ничего не знаю. Он говорит, давай, говорит, отправляй резюме и заявку. Я говорю, ну, я, конечно, попробую, но у меня внутри было такое, ух, там, просто волнение неимоверное. Я думаю, как так? Ну, ладно, все, отправлю. Ну, специфика, да, театра и кино, это, конечно, разные, потому что для меня было очень дико. То есть я представляла, я понимала, что такое есть и такое практикуется, да, то есть ты начинаешь с финала, потом ты переходишь к середине, потом вдруг возвращаешься опять в финал и снимаешь начало. Я думаю, как так я могу? В театре же мы вот идем от и до, да, завязка-развязка, финал, кульминация, да? Все поэтапно. То есть твой герой переживает, допустим, на эту роль, а здесь как я сразу выдам краску финальной сцены? Как это получится? Я вот за это очень переживала. Ну, как-то попробовали. Ну, на мой взгляд, вот если бы это делать сейчас, я бы смогла, наверное, лучше это сделать, но в тот момент это сделано было именно так. И это колоссальный опыт для меня, которому я очень признательна и благодарна. И роль, конечно же, я вот смотрела на нее, на себя, думаю, блин, белокурая блондинка, и здесь как бы такая мужественная, волевая женщина. Ну, с волей у меня тоже все в порядке. То есть, если надо, могу. Ну, вот, может быть, это и помогло? Может быть, да. То есть, я читая биографию, я увидела в ней много перекликающийся со своей натурой черт. То есть, вот, наверное, какое-то... Как бы подобрать-то слово? Ну, то есть, мне эта героиня, да, Антонина Григорьева, была понятна. Мне она была понятна, и поэтому внутренних каких-то сопротивлений у меня не было. Ни к этому образу, ни к этой героине. То есть, простая, хорошая русская женщина, которая творила, хорошая для своего народа. Ну, вот, на самом деле, как говорится, я на пути к этому, что я хочу сделать, то я и делаю. Построить театр, сделать благотворительный фонд. И осчастливить свою замечательную землю и игру, которая для меня совершенно по-другому засияла, когда я начала заниматься благотворительной деятельностью. Потому что до этого ты не видел этой ниши, да? Ты не сталкивался с этими людьми, а когда ты обращаешься за помощью не для себя, а для кого-то, и очень многие люди откликаются, и их и сердца, и души, и помогают. И я для себя увидела, что у нас очень добрые люди. Я не случайно начала программу с творчества. Югорск, где живет Татьяна и ее семья, небольшой городок, где нет множества театров и сцен, но от этого желания творить у талантливых людей не становится меньше. И именно здесь, где мы снимаем нашу программу, в культурном центре Югра Презент происходит основная часть культурной жизни горожан, к которой Татьяна Смирнова имеет самое непосредственное отношение. Но помимо театральных постановок, новых ролей, организации досуга и ведения мероприятий, она продолжает помогать людям. Просто без этого ее картина мира была бы неполна. А что для вас Югра? Югра для меня – это дом. Югра для меня – это моя жизнь. Югра – это мое сердце. Это часть меня. Югра для меня – это мое сердце. 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 Продолжение следует...